В этот благодатный месяц Рамадан мы команда Голден Муслим хотим подарить вам 5 путевок на Умра. Не нужно подписываться на десятки людей, просто скачайте приложение Безликие, вы автоматически станете участником и сразу же получите свой номерок. Такого еще не было. Алейкум и добро пожаловать на новый эпизод Смайл Туджанна. Принцесса Кейт, которая является уэльской принцессой вместе с принцем Уильямом, посетили что-то похожее на мечеть или же на мусульманский центр. У них у всех были широкие улыбки на лице и в один момент она решила протянуть руку для рукопожатия человеку, который выглядел как религиозный человек. Я полагаю, что он имам. Подчиняясь ортодоксальному исламскому принципу, он не захотел пожать руку с женщиной. Я считаю, это что-то, что служит поводом радости для нас в особенности для одного движения, которое называется MeToo, где женщины жалуются на то, что их объективизируют, используют и домогаются. А также берем во внимание различного рода рекламу, фильмы и так далее, где женщина изображается как объект. Что касается этого брата, как можно сказать, нет. У меня тут принцесса напротив меня стоит, и я нахожусь в положении, когда она хочет получить от меня внимание. Вот возьми мою руку, возьми мои обе руки. Но этот брат остался уверен своим принципам и проявил сдержанность. Но если посмотреть на обратную сторону этой истории, то здесь мы можем увидеть некоторые узкомыслящих людей, которые считают, что это мол, да эти люди ненавидят нас, я такой подумал. А что же может выступить тремя главными утверждениями, которые имеют эти люди? И давайте разберем их по порядку. Итак, первое. Это очень грубо, дружище. Ох уж извините меня, но ведь в Соединенном Королевстве есть что-то на так называемой свободове расповедания. Если вам кажется, что что-то является грубым, то у этого нет никакой почвы, пока она не будет прописана в законе. И пока это не нарушает принципы, на которых, в свою очередь, действует либеральное общество, в этом нет ничего неправильного, друг. И по факту оно делает наоборот. Это сохраняет жизнь. Во-вторых, если, допустим, кто-то не хочет, чтобы его трогали, то в этом случае я считаю, что нужно учитывать их выбор. Да-да, я не понимаю, почему мне нужно убеждать вас в этом. А где же ваше любимое? Мое тело, мое тело. Это внезапно стало чем-то плохим, потому что ты находишь это грубым? Логика, пока. Да, это просто рукопожатие. А что, если бы я захотел бы поцеловать ее в губы? Я просто хочу сделать это, друг мой. Тебе не следует противиться этому. Ну ведь это неподобающе, скажешь ты. Окей, окей, окей. А почему это неуместно, а? Вот, к примеру, если ты поедешь во Францию, там у них это принято, и они либеральные тоже, между прочим. Так что же тогда, а? И кто вообще решает, что есть лучше? Вот в этом-то и есть проблема у либералов. Они не могут доказать это. Они не могут доказать свои фундаментальные принципы. Вам лишь остается слепо принимать их. В чем они, кстати, любят обвинять религию. Итак, давайте перейдем к последнему утверждению. Возможно, они не хотят дотрагиваться до нас, потому что в их религии они смотрят с высока на нас. А вот и нет, не угадал. Так как в исламе мужчине не дозволено дотрагиваться до женщины, на которой ему разрешено жениться. И стоит еще отметить, что это касается как мусульман, так и немусульман. Я имею в виду, что это то, с чего все начинается. Когда у вас с кем-то отношения, то как это все начинается? Вы же в кровать сразу не прыгаете. С чего вы начинаете? Как дела? Зрительный контакт? Разговоры? Рукопожатие? Так все и начинается. Но ислам все это обрубает на корню. А также, если бы на его месте была бы женщина, она тоже не пожила бы руку мужчины и наоборот. Вы можете видеть, как некоторые люди позволяют себе это делать. Но возможно, они не практикующие мусульмане. Или, может, они чувствуют давление со стороны других людей, их реакции, когда они не пожимают руки женщинам. Но ортодоксальный исламский принцип – это то, о чем я вам сейчас рассказал. А также давайте иметь в виду, что она пришла в мечеть. Она приложила усилия к тому, чтобы покрыть голову. Ей нужно было коротко объяснить, что вот есть у мусульман принцип, которому они следуют. Я считаю, что это было упущением ее религиозного советника. И под конец я хотел бы вернуться к этому твиту, потому что этот парень набрался наглости, что мужчины, что женщины равны. О чем ты говоришь, дружок? В этой-то стране, забудь вообще об этом, женщины здесь исчезли. Большинство людей не могут прийти к единому определению, что такое женщина. Если ты можешь, то посмотри на вот это, информационный источник Яугов утверждает следующее. Четыре из пяти женщин были жертвами сексуального насилия, а 50 процентов женщин в Великобритании являются алкоголиками. Здесь есть тот, кто удивляется, почему ислам является быстрорастущей религией и то, что большинство принимающих ислам – это женщины. Поэтому, мой друг, не нужно нести этот нонсенс. Успокойся, извлеки из этого урок. Вместо того, чтобы постить эти абсурдные твиты, возьми свои руки и отдай уважение этому брату за то, что перед ним стоит принцесса, он не сломался. Нам не нужно трогать вас, нам не нужно обнимать вас, чтобы показывать ваше уважение к вам. Я буду слушать вас и уважать вас за ваши заслуги. Друзья, не забывайте ставить лайк на видео, подписываться на канал, а также включать уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Половина месяца Рамадан уже прошла. Только Всевышний знает, последний ли этот Рамадан в нашей жизни или нет. Мы просим наших братьев и сестер присоединиться к нашему сбору. Тысячу Коранов, двадцать водяных колодцев, мечеть Смадресе, двадцать пальм, две тысячи ифтаров и на три праздника с раздачей продуктов питания, нуждающимся на Рамадан. Давайте проявим милосердие и сострадание, как это прописано в нашей религии. Если у вас есть возможность сделать пожертвование, то не стесняйтесь, даже самая маленькая помощь может изменить жизнь человека к лучшему. Не упускайте этот Рамадан без совершения благих дел. Все отчеты на указанных ниже страницах. Субтитры создавал DimaTorzok